Вечер во Владимире продолжает Телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Мусор передел рынка. Так звучит наша тема сегодня. Попробуем разобраться, как же сегодня на территории Владимирской области у нас происходит вывоз мусора. Выбраны ли региональные операторы, кто они, что ждать нам, потребителям, и почему на некоторых контейнерных площадках так и остаются горы мусора, а где-то, возможно, и вообще эти площадки находятся без контейнеров. У кого-то все в порядке. Попробуем разобраться с этим вопросом сегодня с нашими гостями. У нас в студии эксперты. Это руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль» Альберт Русанин. Здравствуйте, Альберт. Добрый день. И директор филиала ООО «Хартия» во Владимирской области Владимир Даровских. Здравствуйте, Владимир. Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы, как всегда, работаем для вас в прямом эфире. Поэтому, если у вас будут вопросы к нашим гостям-экспертам, или вы захотите высказать свое мнение по теме программы, звоните. Телефон в студии прежний. 44-40-47. Ну, Альберт, первое слово вам. Давайте обозначим немного ту проблему, ваше видение ее. Потому что про мусорную реформу, про передел рынка говорят сейчас во всех средствах массовой информации, во всех дворах. Пресс-конференция главы города, пресс-конференция губернатора тоже не обошлась без этой темы. Вот в общих чертах, чтобы было понятно нашим телезрителям, что происходит, где горячо. Ну, в данном случае, наверное, горячо это в зоне номер 2. И нам уже начинают поступать, как бы, звонки из зоны номер 3. То есть, для жителей мы говорим о том, что, во-первых, с 1 декабря запустилась у нас мусорная реформа только на двух зонах. Это зона номер 1, где работает региональный оператор компания «Харти». И зона номер 3 – это компания «Оэкэтранс». То есть, в зону номер 3 входит у нас Меленковский, Селивановский, Гусевской и Муромский район, соответственно. По зоне номер 2, соответственно, запуск мусорной реформы был отложен до 1 января. Хотя, по факту, вообще, у нас реформа по всей области должна была совершиться только с 1 января. Потому что еще в 2018 году губернатор Владимирской области Сипягин Владимир Владимирович подписал распоряжение об отложении запуска мусорной реформы до 1 января 2020 года. Но вот в двух зонах, соответственно, она запустилась раньше. Что мы видим по факту? Ну, первое, наверное, непонимание жителей, которые уже знают информацию о величине платы за обращение ДКО, которая у нас формируется из тарифа, который утвержден в Департаменте цены тарифов для региональных операторов, нормативы накопления для разных категорий потребителей, и, соответственно, количество людей, собственников или зарегистрированных в жилых многоквартирных домах и в частных домовладениях. То есть люди задают вопрос, почему это стоило столько, а теперь, соответственно, это дороже. Но по факту вроде ничего бы не изменилось. Как стояли контейнеры, так, соответственно, они стоят. Как вывозилось, так и вывозят. И вывозят туда же, на те же самые полигоны. В данном случае это самый главный вопрос. Ну и второй вопрос – это зона проблемная номер 2. Владимир, соответственно, это сельские поселения, откуда не вывозится мусор, там по 3-4 дня. А юридические лица, которые там по неделям как бы обивают пороги, либо дозваниваются до компании о биотехнологии, пытаясь заставить их вывезти мусор. То есть это те проблемы. Причем, на самом деле, вот для большинства, может быть, будет как бы неизвестен факт, но многие говорят, что, слушайте, а нас вывозят вообще. Слушайте, а звонков сколько? Вот к нам непосредственно, инспекцию административно-технического надзора, госжилы инспекции, администрации города, области по поводу вывоза мусора. И то есть в данном случае, ну сам был свидетелем, как не вывозился контейнер несколько дней там около здания Следственного комитета. Слушайте, ну если региональный оператор доходит до такого, то есть он не боится как бы карающего меча правоохранительных органов, ну это говорит о том, что все-таки не готов был региональный оператор по зоне номер 2 к запуску мусорной реформы. У нас уже есть звонок, давайте выслушаем его и продолжим. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, 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 говорите. Я хотела бы задать, Лакина 193, я хотела бы задать, как будут оборудованы мусорные площадки. Мусор. Дело в том, что вот старый оператор оставил свой вот этот большой закопанный мешок. Вы отойдите от телевизора и продолжайте говорить. Хорошо. А новые контейнеры стоят на проезжей части. И не выносится мусор. Мусор крупногабаритный уже по несколько дней, по неделям. Вот как это будет организовано? Спасибо за ваш вопрос. Интересный вопрос. Хочу обратить внимание жителей города Владимир. У нас в городе Владимир существует 64 контейнерной площадки, на которых установлены заглубленные так называемые контейнеры. Эти контейнеры устанавливала компания «Спецтранс». Эти контейнеры и контейнеры площадки присутствуют в территориальной схеме по обращению с отходами, которую утвердил Департамент природопользования администрации области. И, соответственно, эти контейнеры должны точно так же из них мусор вывозить региональный оператор по зоне номер 2 компании «О биотехнологии». Однако, в нарушении заключенного соглашения, своих обязательств, они не делают этого. Причина одна. У них нет соответствующего спецтранспорта, который может поднимать вот эти мешки, которые находятся внутри заглубленных контейнеров. В отношении вывоза КГО. Это вторая проблема. То есть, на сегодняшний день региональный оператор по зоне номер 2 сконцентрировал свои усилия только на вывозе мусора из контейнеров. Про КГО. То есть, у них две машины, по нашей информации, все уходят по Владимиру, которые пытаются вывезти ударными темпами и не справляются. По сути дела, это нарушение обязательства регионального оператора по отношению к нам, к жителям города Владимира и, соответственно, производителям твердокоммунальных отходов. Поэтому мы обращение по всем адресам, где такая ситуация есть, соответственно, направили в адрес госжилой инспекции, инспекции административно-технического надзора для привлечения к административной ответственности региональным операторам. Ну вот идеальное решение этой проблемы какое? Выкапывать вот этот контейнер или что? А как их выкапать? Они присутствуют. Это законные абсолютно контейнеры для сбора ТКО. И, соответственно, компания, выигравшая тендер на вывоз мусора в городе Владимир, обязана вывозить оттуда, доставать этот мусор. Хорошо, Владимир, вы директор филиала ОХАРТИ во Владимирской области. Вы обслуживаете, чтобы не ошибиться, какая зона? Это зона номер один. Зона номер один? Шесть районов. Кольчугинский, Юрьевпольский, Кирижачский, Александровский, Собинский и Петушинский. В принципе, вы самые первые, кто выиграл конкурс, у кого все прошло более-менее гладко. Конкурс-тендер, да? Конкурс. И, в принципе, вы уже сейчас, на сегодняшний день, работаете, так? Да, в рамках подписанного соглашения по результатам конкурса, действительно, ОХАРТИ я приступила к исполнению обязанности регионального оператора на территории первой зоны с 1 декабря. А вот у вас вот такие закопанные контейнеры вкопанные есть? Нет, у нас соответственно. То есть, вам повезло или у вас есть вообще, допустим, такая техника, если бы такие контейнеры были? Ну, любая техника, она приобретается. В случае достаточных объемов таких площадок, мы бы ее приобрели без проблем. Значит, собственно, на нашей территории таких объектов нет. Есть другие совершенно проблемы. Там общее состояние контейнерных площадок, да, то есть, это вызывает какие-то сомнения. Там их возможность эксплуатации в дальнейшем. Но в целом, да, я думаю, что совместно с муниципалитетами, с администрацией эта проблема будет постепенно решаться, и мы войдем в нормальное русло требований по стандартам к организации местных окоплений. Почему тогда так происходит? Вот, Альберт, объясните. Одна зона работает относительно, скажем так, без эксцессов, без возмущений, а другая зона? Ну, давайте все-таки будем откровенны, как бы сравнить ООО биотехнологии и компанию «Харти» невозможно по одной простой причине. Компания «Харти» достаточно давно работает на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами. Для них это не первый регион, куда они заходят и где они начинают реализацию мусорной реформы. Они обладают необходимыми средствами, людьми, персоналом, машинами. А компания «Биотехнология» по факту попыталась съесть самый большой кусок в Владимирской области по объемам твердых коммунальных отходов. Это более 50% всего мусора во Владимирской области. Понятно, что новичок, не имеющий такого большого опыта, они работали только в компании «Чистый Владимир», это аффилированная с ними компания, работали только во Владимире, они не имели возможности, ни возможности, ни сил, ни средств, ни опыта для работы на такой большой территории. Поэтому в данном случае на что рассчитывали руководители, хозяева данной компании, мне непонятно. Я бы понял, если бы «Харти» зашла, но в данном случае маленькая компания решила освоить достаточно большой объем обязательств и работы. Сделать этого они не смогли. Это мы еще не знаем, что происходит в сельской местности, там вообще еще хуже ситуация сама по себе. Но может быть тогда имеет смысл делиться опытом, потому что у вас же большое количество сельской местности, правильно ведь? Здесь нужно отметить, что для наших коллег во второй зоне был очень короткий срок на вхождение. То есть помимо возможности привлечения ресурсов, время – это основной фактор, который позволяет качественно войти оператору на территорию. Его нельзя не учитывать. Тот объем площадок, тот объем контейнеров, который был расставлен в кратчайшие сроки, но это титанический труд, и было понятно, что ребятам это будет очень сложно сделать. Собственно, они это сделали. И любой опыт, который мы могли бы здесь подсказать, он упирается в те мощности, которые привлекать может оператор. Еще один звонок телезрителю, давайте ответим и продолжим. Здравствуйте, вы в эфире. Я как понимаю, звонок сорвался. Я напоминаю, наш телефон прежний, эфир прямой, телефон в студии 444047, поэтому звоните в студию, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Как обстоит дело на ваших мусорных площадках, если вы в городе живете или в области, мы вещаем на область, поэтому возможно и из области позвонят, расскажут о том, как же у них вывозится мусор. Вот, кстати, по поводу договоров, которые заключены или не заключены, особенно с юридическими, как я понимаю, организациями, возможно, с частным сектором и так далее. Как во Владимире обстоит дело? По нашей информации, поток, то есть заявки на заключение договоров практически большинством юридических лиц сданы на сегодняшний день, но известно только о единицах заключенных договоров компании ОБИОТехнологии. При этом хотелось бы обратить внимание, то есть им еще повезло, что был Новый год, потому что они основную массу своих сил, средств, персонал направили именно на дворы, а юридические лица не работали. И после окончания праздников, соответственно, вышли на работу офисы, банки и появился там мусор. То есть нам известны случаи, когда по 7-6 дней не вывозился мусор с территории предприятий, торговых организаций. Поэтому в данном случае ситуация сложилась таким образом. Я не согласен, конечно, с Владимиром по поводу того, что они не знали, у них было мало времени. Они знали практически за месяц о том, что они выиграют, потому что данные были известны по победителям, по их условиям. Соответственно, просто, может быть, они рассчитывали на что-то другое, может быть, они не предполагали, что столкнутся именно с этим. То есть, в данном случае, на мой взгляд, это было заблуждение, что у них получится. Да, они расставили контейнер, но хочу обратить внимание, они расставили контейнер только в городах. В сельской местности у нас до сих пор почему-то продолжается бестарный вывоз мусора. У нас есть даже улицы в городе Суздаль, нам прислали активисты нашей организации видео, где там улица Гражданская недалеко практически от центра. То есть, там стоит, контейнера нету как такого, то есть, там мусор в пакетах собирается. У нас бестарный вывоз мусора не предусмотрен территориальной схемой. Поэтому в данном случае говорить, что там прям справились, но не справились они. Да, мало времени было, но при этом они знали, на что идут, и, на мой взгляд, надо было свои силы как бы трезво оценивать. Поэтому страдаем пока мы, соответственно, как бы, справятся ли они с этой ситуацией, но это уже решать, наверное, заказчику, депутатам природопользования администрации Владимирской области. Но даже, судя по высказыванию губернатора, то есть, он недовольно работает. Хотя, как бы, возглавляет компанию, там, человек, который не первый день работает в мусорном бизнесе, там, Енина Афонькина, но он говорит о том, что, по его мнению, даже по мнению губернатора, нужно менять руководителя данного регионального оператора. Это уже о чем-то говорит. Ну, количество техники-то это не прибавит. Не прибавит. Много телезрителя. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, говорите. Подальше от телевизора отойдите, говорите. Алло, здравствуйте. 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 Вот, дача, девушка звонила по поводу Лакин-193. Да, да, говорите. Ситуация такая, что вот эти мусорные контейнеры, которые биотехнологии, они стоят на пересечении проезжей части. То есть трактор ЖКО, он даже не может почистить дорогу. Он просто их объезжает. А у Лакина 193, это школа номер 24. Он также находится на проезжей части, то есть там машины еле-еле разъезжаются. Наблюдали картину, как уборщики убирали. То есть КАМАЗ стоит посередине дороги, они подъезжают, высыпают этот контейнер в КАМАЗ, отпинывают его ногой, следующий спать, и просто-напросто они уезжают. Жители сами эти ящики двигают, чтобы им разъехаться на дороге. Спасибо большое за Ваши вопросы. Как я понимаю, отсутствие контейнера и площадки? Контейнер и площадка там есть, там просто она была предусмотрена. Предусмотрена, поставить контейнер, по большому счету. Там, видимо, был еще отсек для крупногабаритных отходов, соответственно, контейнер поставить там невозможно. Но в данном случае это проблема, как бы биотехнологии, жители-то не должны страдать. Уж тем более там не должны страдать коммунальные службы, которые занимаются очисткой дорог. Поэтому, на мой взгляд, это вина компании биотехнологии. Мы обязательно съездим, зафиксируем, передадим соответствующие надзорные органы данную информацию. Мы вот говорим с Вами по поводу очистки, но, наверное, все-таки жителям было бы интересно знать, сколько это будет стоить, услуга непосредственно региональных операторов. Конечно. И зачем вообще все это, если пока только одни сплошные проблемы? Владимир. Ну, я бы хотел немножко, прежде всего, ответить Вам сейчас на этот вопрос, вернуться к предыдущему мнению, которое озвучил сейчас коллега по поводу бестарного вывоза частного сектора. Бестарный вывоз, он и у нас существует, хотя он сейчас не определен действующей территориальной схемой. Почему он сохраняется, бестарный вывоз? Потому что переход на работу оператора происходит в зимний период времени. Соответственно, перейти от бестарной схемы вывоза на любую схему определенных законодательств можно только в том случае, если мы понимаем, где, как, на каких условиях возникают контейнерные площадки или места сбора и накопления на этих территориях. То есть прежде чем отказаться от какой-то схемы, мы должны организовать новую схему. Для этого в зимний период очень практически сложно это сделать, просто выставить оборудование на снег, на какую-то территорию невозможно. Поэтому после голосования с местными администрациями определяются места, сейчас они уже по ряду таких объектов уже определены. Мы определяем график выставления туда оборудования, и этот процесс будет продолжаться на протяжении, я думаю, всего 2020 года. Потому что достаточно большая часть населенных пунктов, которые сейчас, особенно удаленных, достались операторам, большая часть их вообще не обслуживалась и не вывозился мусор. И достаточно большая часть среди тех, которые отслуживались, ни договоров, ни возможности подъездов, ни оборудования, ни площадок контейнерных не было зафиксировано. Это достаточно высокая часть населенных пунктов. И среди тех, которые вывозились, если это не близлежащие к городам, допустим, населенные пункты, ИЖС, а есть даже в городах, где до сих пор продолжалась и действовала схема как раз бестарного вывоза. Поэтому мы вынуждены с ней продолжать работать, чтобы не оборвалась сама по себе схема вывоза. И по мере решения этой задачи она будет действительно исчезать с территории. Ну давайте, для чего вообще все это нужно и что ждать нам потребителям, поговорим после рекламы. Но сейчас примем звонок у нас в студии телезритель. Алло, здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. У меня вопрос такой. Вот раньше, в которой управляющая компания была, у них поставили контейнеры с ножным нажатием на открытие крышки. Так. Вот. Сейчас поставили простые контейнеры, которые приходится, прежде чем вытянуть мусор, надо руками открывать эту тяжеленную крышку. Сейчас вот у нее снег навалит, туда-сюда ее просто будет не поднять. Это как? Ваш вопрос понятен, ответим на него после рекламы. Не переключайтесь. Телефорум продолжает свою работу. Напоминаю, наша тема сегодня – мусор, передел рынка. Говорим о том, насколько же все это, вот остановились на том, насколько все это нужно вообще, потому что мне, вот как обывателю, вообще непонятно. Увеличилась цена, где-то вывозят мусор, где-то вот поменяли контейнеры с ножного, на который нужно открывать рукой. Вот телезритель позвонил. Владимир, рассказывайте, что… Ну, во-первых, давайте контейнер, коротко о том, что же… Да, если коротко, на самом деле существует два противоположных мнения и у жителей, и у экспертов, что, значит, для одних очень удобно как раз ножное открывание контейнеров, а для других это ручное открытие крышки, значит, посредством рук. Если вес человека маленький и небольшой рост, практически крышку открыть вот этим педальным приводом невозможно. Поэтому здесь скорее вопрос эффективности и возможности установки большего количества контейнеров на первом этапе вхождения, собственно, в реформу в рамках 89-го. Поэтому мы для себя сделали выбор, проанализировав ситуацию, с тем, что мы будем использовать контейнер без ножного, без педали, без открытия ногой. Ну и давайте, собственно говоря, к основному, к тому, ради чего мы собрались здесь. Объясните, в чем же плюс для нас жителей и есть ли он? Ну, если говорить в целом о ситуации, да, то есть для жителей очень важно и очень заметно именно первая часть общей реформы. Просто надо понимать, что реформа – это не только замена контейнеров, да, и замена транспорта более экологичная, посадка дополнительных людей в машины и так далее, да, установка оборудования. Но еще, собственно, последующая работа с этими процессами, да, то есть это обработка соответствующих отходов, да, это там их разделение, сепарация, да. Ну, по поводу разделения, допустим, непосредственно у нас в городе стояли контейнеры, куда мы, владимирцы, собирали пластик. Сейчас этих контейнеров нет, то есть мы, по большому счету, наоборот, ушли от раздельных, вот на сегодняшний день мы ушли от раздельных. Ну, мы, что мы ушли, значит, это просто временное положение вещей, связанное, видимо, с первым этапом внедрения и вхождения здесь всех операторов во всех трех зонах, да, потому что для того, чтобы в рамках операторов определить возможность там раздельного сбора, нужно сделать как минимум две вещи, вот, то есть это совместно, да, с руководством области, с муниципалитетами, то есть это определить, собственно, ту схему вывоза, которая здесь будет принята как основной стандарт, то есть это двухкомпонентный сбор. Значит, значит, отходов, одни отходы в пластиковое оборудование, которые, значит, идут на утилизацию, и второй комплект оборудования, который необходим для выделения тех фракций, которые потом идут на переработку. То есть это, а, утверждение, соответственно, той схемы сбора, которая должна быть для раздельного сбора здесь организована, да, второе, это определить состав контейнерных площадок, на которых это будет организовано, потому что, я уже сказал ранее, чтобы достаточно высокая доля площадок, сейчас на территории нашей зоны, в частности, да, оно там не соответствует никаким стандартам, да, для того, чтобы нам перейти к системе раздельного сбора, нам нужно минимальное требование к площадкам, чтобы она имела ограждение, твердое покрытие и хотя бы какую-то небольшую крышу. Ну вот у вас, в вашей перспективе, Харти, когда перейдет к такому раздельному сбору? Сейчас, да, мы, опять же, совместно с руководством области готовят, значит, план реконструкции площадок на 2020 год, которые будут подвержены потом установке дополнительной оборудования, связанной с раздельным сбором. Потому что, еще раз говорю, есть определенные требования к контейнерной площадке, которые позволят в будущем осуществлять этот сбор. Потому что, если контейнер, который необходим для сбора бумаги, будет находиться на открытом воздухе и без крыши, то бумага, которая находится в нем, она просто, там, вот такой осенне-зимний период, она промокнет и будет невозможно ее в дальнейшем обработать. Поэтому, сейчас эта работа ведется, определяется такой список таких площадок, да, и как только он будет зафиксирован, я думаю, что мы весной этого года, там, может быть, ближе к лету, уже приступим к организации такого сбора на своей территории. Хорошо, дальше вы разделили, а дальше куда? Значит, дальше, как положено, соответственно, это не только два вида контейнеров, это две различных автомашины, которые приходят каждый за своим, соответственно, видом мусора, отходов и везет его на сортировочную станцию. Сортировочные станции, они у нас есть? Значит, на территории нашей зоны пока имеется всего одна сортировочная станция, на которой сейчас идет 100% отходов Александровского района, это сортировочная станция, находящаяся непосредственно в близости города Александровского, Бригантина. Компания «Наш партнер», которая сейчас осуществляет, соответственно, работы по сортировке твердых коммунальных отходов, собираемых с территории Александровского района. Ну, ее же явно недостаточно, мощностей тоже однозначно не хватает. Для Александровского района их достаточно. То есть это достаточно новый объект, который здесь находился на территории до прихода оператора, прошел у нас предварительный аудит, и по тем требованиям, которые мы предъявляем к таким объектам на этапе вхождения на территорию, мы приняли решение, что он будет нашим партнером. Хорошо, а почему для нас вырос тариф, пока ничего не изменилось? Мусор не сортируем. Ну, по сути, площадки не изменились. Ну, вообще ничего не поменялось. А цена выросла. Ну, что считать за базу? Да, то есть низкая база – это не значит, что цена соответствовала тем, скажем так, необходимым минимальным требованиям затрат, которые требуются нашления этой деятельности в рамках законодательства. То есть те тарифы, которые находились и присутствовали раньше в регионах, я не говорю о Владимирской области, а в целых регионах, они зачастую были сформированы исторически. То есть переходом предыдущих каких-то расчетов, перерасчетом с предельными коэффициентами и так далее. Это было связано с этим. То есть в текущей ситуации с приходом оператора тариф приобрел, собственно, ту экономическую, скажем так, расчетную форму, которая необходима для осуществления этой деятельности в рамках законодательства. Потому что я еще раз говорю, что подует мнение такое, что операторы пришли и на наши деньги закупают новые автомобили. Ну да, строят сортировочные станции, даже если сортировочные станции, все равно на наши деньги получается. В любом случае, да, это бизнес, бизнес, который ведется на деньги поступлений. То есть другое дело, что какой уровень этих поступлений, как они равномерно распределены в периоде. То есть в любом случае все инвестиционные затраты, которые несет на себе оператор, они сейчас, в настоящий момент времени, ни коим образом, с первого месяца работы, тем более второго-третьего, они не окупаются теми платежами, которые в этом тарифе учтены, пришли в квитанциях нашим жителям. Есть звонок зрителя, давайте выслушаем его. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, да, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, говорите, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Вот, слушаю вашего гостя, и это сплошной детский лепет. Целый год был у вас в запасе, чтобы привести мусорную систему в порядок. Вспоминание Виктора Степановича Черномырдина. Хотели как лучше, но получилось еще хуже, чем было. Вы нам в дома хотите крыс пригласить? Уже на Балакиной 33 они уже появляются. Благодарим вас за это. Вы сейчас говорили, говорили гость. Ни к чему конкретному не пришли. Приезжайте к 33 дому и посмотрите, контейнера на проезжей части, углубленный контейнер битком. Крысы гуляют. Спасибо вам за это. Спасибо. Это опять углубленный контейнер, просто немножко цифр, извините, что я вмешался. Если для нашего кластера, для нашей зоны сейчас в реестре присутствует 1370 с небольшим контейнерных площадок, если вспоминать цифры, на них сейчас на 100% ведется деятельность оператора по вывозу. На некоторых площадках это двухразовый вывоз в день. Информация, которая собирается ежедневно, скапливается в наших диспетчерских центрах, постоянно обновляется. И возможно, что мы большую часть контейнерных площадок переведем на двухразовый вывоз. И из этого количества площадок 1115 уже установлены новые оборудования. То есть это европластиковые контейнера емкостью 1,1 кубических метра, которые уже находятся на территории. В общей сложности это 1920 контейнеров. То есть это значительное количество, это десятки миллионов рублей. То, что оператор уже сейчас фактически выставил на местах. Там, где оборудование не выставлено, оно в течение кратчайших нескольких недель тоже будет довыставляться. Сколько времени ушло на переход? Значит, в четырех районах, где мы работаем самостоятельно, без привлечения, значит, субподрядчиков, это несколько дней. То есть мы начали расстановку контейнеров с 25 ноября. К работе мы приступили уже фактически к своему собственному транспорту 1 декабря. На ряде удаленных сельских поселений, где была информация у меня неточная, допустим, мы вышли чуть позже. Как только появилась у нас информация с места, от населения, от муниципалитетов о том, что на ряде площадок отсутствует оборудование или его недостаточно. Работа эта ведется постоянно. Как только мы понимаем, что у нас недостаточная, допустим, емкость сейчас выставленного оборудования, мы совершенно спокойно выставляем туда собственный комплект оборудования. Школы, детские сады, различные социальные объекты нами были, собственно, бесплатно оборудованы с 1 декабря. До 5 декабря все такие объекты имели в наличии наши оборудования. То есть, по сути, не так много времени, как я понимаю. Да, немного времени. На переход. Почему же тогда получается, что сейчас во Владимире, в этой зоне, складывается, судя даже по звонкам телезрителей, не совсем хорошая ситуация? Елена, знаете, вот это из разряда вопросов. Почему, допустим, у Харти есть график вывоза мусора, и он соблюдается, а у компании биотехнологии его до сих пор даже на сайте, не говоря о том, что эта информация не доведена до потребителей, ни до управляющих компаний, ни до СЖ, ни до юридических лиц? Или, допустим, почему у компании Харти как бы контейнеры выставлены, как бы работа производится, нареканий в принципе нет, но звонков же сейчас не было как бы из их зоны, то есть только из Владимира. А у биотехнологии, соответственно, там нарекания за нареканием. То есть это говорит о том, что одни готовились серьезно, готовились и побеждать, и работать, а вторые, соответственно, как бы рассчитывали там на авось, и может быть даже не рассчитывали победить. Я не знаю, как они вообще победили, у нас большие вопросы вообще к их победе, потому что по нашей информации проблема у них была и с банковской гарантией, и непосредственно с сортировочной станцией. И, кстати, самое интересное, вот Владимир сказал, в территориальной схеме у них есть сортировка, и они, соответственно, из Александровского района сначала везут на сортировку, сортируют, часть идет на переработку, и только потом это все едет на полигон. Во Владимире, из Владимир, это тоже должно было поехать сначала на сортировку, и в территориальной схеме сортировочная станция есть в районе улицы Добросельского, и туда они должны были сначала везти этот мусор. Ни одна машина с 1 января 2020 года не поехала на сортировочную станцию. Так ничего сейчас не сортируется? Все везется исключительно на полигон, сразу же. Это нарушение территориальной схемы, это, соответственно, как бы ущемление прав граждан. То есть мы говорим о том, что нам нужно сортировать и меньше везти на полигон, это смысл мусорной реформы. По факту, как бы, действия компании биотехнологии, но они противоречат самому смыслу здравому, как бы, мусорной реформе. Поэтому я не понимаю, почему они до сих пор работают, 20 дней прошло, порядка, как бы, не наведено до сих пор. И вот звонки жителей только подтверждают это. Вот, слушайте, ну, ребята, вы не можете договориться с предыдущей компанией, у которой была техника, вы не можете купить технику, вы не можете расставить контейнер, вы не можете обеспечить своевременный вывоз. Причем другие компании это сделали. Даже уже мы не говорим про зону номер 3, где там удалось все это сделать. Ну, а здесь-то почему? То есть, на наш взгляд, они не готовы к этой работе. Еще один звонок, давайте успеем принять. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, слушаем вас. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Алло, вы слышите? Да, говорите, говорите. У меня такой вопрос. Вот, вкопанные контейнера будут убраны или нет? Вкопанные контейнера региональный оператор точно так же должен очищать от мусора, соответственно, ставить новые пакеты и вывозить этот мусор. Они установлены в соответствии с территориальной схемой, и они должны обслуживаться региональным оператором. В нарушении своих обязательств этого пока не происходит. Смотрите, да, такой красной нитью у нас сегодня в программе прошли эти вкопанные контейнера. На самом деле, ведь это очень хорошее начинание было в том числе. Это, во-первых, чисто, да, красиво. Эта же компания, насколько я знаю, начинала сортировать мусор. Почему тогда, как говорится, все лавры достаются другим? Почему, допустим, вот та компания, которая уже сортировала мусор, то есть вывозила отсортированный мусор? Ну, мое субъективное мнение, в данном случае эта компания тоже заявлялась, не победила она в силу того, что, на наш взгляд, это мое субъективное мнение, что при определении победителя по зоне номер два, с помощью махинации областная администрация определила другого победителя, который не должен был ни по документам, ни по своим мощностям, ни по опыту побеждать. Поэтому это и произошла у нас ситуация с мусорным коллапсом в городе Владимир. Давайте уж быть откровенны в этом вопросе. И по нашей информации самое интересное, что именно эту компанию начала прессовать больше всего администрация Владимирской области, соответствующие надзорные органы, подчиняющиеся областной администрации. У нас есть уже первый документ о проведении проверки в отношении компании, управляющей компании, которая принадлежит тем же собственникам, что и, соответственно, мусоровоззящей компанией Спецстранс. Поэтому в данном случае мы видим просто недобросовестные действия тех людей, которые отвечают за мусорную реформу в Владимирской области. Но в то же время во Владимире новая оплата, новые квитанции уже приходят. Во Владимире квитанции, по нашей информации, придут только после 25 января. При этом региональный оператор до сих пор не обладает полной информацией о тех людях, кому они должны выставить квитанции. То есть договоров нет? Договоров нет, нет информации. При этом по нашей информации в нарушении требований действующего законодательства региональный оператор собирается с помощью ООО «ЕРИЦ» выставить квитанции всем собственникам, физическим лицам, проживающим в многоквартирных домах. Вне зависимости от того, принимали ли они решение о переходе на прямые договора с региональным оператором, или же они решили оставить исполнительные коммунальные услуги своей управляющей компанией, и она тогда оставляет свои квитанции, выставляет эту плату по обращению с ТКО. Поэтому, на наш взгляд, недобросовестные действия там идут одни за другим. То есть мы понимаем, почему они это делают. Потому что, по факту, они привлекли огромное количество подрядчиков, в том числе по нашей информации, и из подмосковного региона, то есть из Подмосковья непосредственно. И они боятся, что они не смогут расплатиться с ними, и, соответственно, те просто-напросто бросят эту работу и не смогут. Тогда мусорный коллапс не только во Владимире, близлежащих населенных пунктов, но и будет по всей второй зоне. Пути решения? Пути решения. На мой взгляд, нужно принимать кардинальные решения, соответственно, расторгать соглашение с данным региональным оператором. И проводить новый конкурс. Слушайте, насколько я помню, весь прошлый год были сплошные конкурсы. Ну, нужно было проводить по правилам в соответствии с требованиями действующих законодательств. У нас неоднократно решениями Федеральной Амитинопольной Службы подтверждались нарушения при определении победителя. Мы знаем, что сначала это была кампания «Перспектива», после чего ФАС признал незаконную ее победу. Сейчас этой кампании «Биотехнологии» доказаны были нарушения при определении победителями этой кампании. Давайте все-таки начнем как-то по закону жить во Владимирской области. Если мы смогли по зоне номер один это сделать, по зоне номер три, хотя и по ним есть вопросы, но вот по зоне номер один вопросов же не было, они наработают, и есть опытная кампания, которая этим занимается. Почему они не смогли это сделать по зоне номер два? То есть какие-то интересы, я вот, мое субъективное мнение, это какие-то интересы отдельных чиновников администрации Владимирской области. Ну что ж, будем надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону, либо эта кампания начнет работать хорошо, либо произойдет что-либо другое. Например, наши гости сегодня это руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль» Альберт Русанин. Альберт, спасибо вам большое. И директор филиала ОХАРТИА во Владимирской области Владимир Даровских. Владимир, спасибо вам. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда сможете посмотреть и прокомментировать на нашем сайте. Вариант-рв.ру На сегодня это все. С вами была Елена Панина.